Девушки отдыхают Вот она, только что с корта Привет Мы не помешали? Нет, но скоро мне снова выходить Это ежегодный турнир членов клуба И наша семья относится к нему очень серьезно Играть приятнее, чем наблюдать Да Мы хотели спросить, нет ли новостей от Рика? Нет, он еще не приехал Я знаю, он позвонил нам на автоответчик Но не уточнил, куда он едет и сколько будет отсутствовать Он в Асиламаре, на конференции экологов Ты шутишь? Нет А тебя это удивляет? На него это совсем не похоже Он никогда не занимался такими проблемами Хотя Это наводит На размышления Может, его увлечение экологией Как-то связано с его нынешней работой? С работой? Нет Нет, я абсолютно в этом уверена В таком случае, ты больше меня знаешь о его работе Ты не скажешь мне, чем конкретно он занимается? По-моему, я осведомлена еще меньше, чем ты, Круз Рик сказал, что не хочет говорить об этом, пока сам не разберется Одно я знаю наверняка Он поехал в Асиламар, потому что его отпустили с работы на пару дней Так что одно с другим не связано Мне бы такую работу, где на первые же недели дают выходные Да Позволь спросить, почему ты не поехала вместе с ним? Я заметил, на демонстрации вы были вместе Да Да И с меня этого хватило Борцы за природу слишком напористы К тому же я была заявлена на турнире Отказаться я не могла Вот он и поехал один Значит, не ты притащила его к экологам? Нет С чего ты взял? Ну, я не знаю Возможно, у меня сложилось неправильное мнение Если он позвонит, тут же дай мне знать И попроси его оставить свой телефон С ним ничего не случилось? Надеюсь Ты видел раньше этого человека? Нет А кто он? Его зовут Джек Селлэрс Мы подозреваем, что это он подложил взрывчатку во время вчерашней демонстрации И, как выяснилось, перед этим Рик с ним разговаривал Ты ничего об этом не знаешь? Я не помню, чтобы Рик с кем-нибудь разговаривал Правда, я не все время была рядом Ясно Джек Селлэрс говорил с ним Рик назвал его имя в своем сообщении Правда? Да Ты понимаешь, как важно для нас то, что он знаком с Риком? Если Рику что-то известно о Селлэрсе, то это могло бы помочь следствию Что ж, если он позвонит, я попрошу его связаться с тобой Если он до этого не вернется Конференция заканчивается сегодня Отлично Может, мне повезет, и я поговорю с Риком сам Надеюсь на это Мне нужно идти, начинаются полуфиналы Удачи Спасибо Если ты встречишь Рика первым, скажи, чтобы позвонил мне Конечно Пока Что скажешь? Я считаю, что она рассказала нам не все, что знает Ты думаешь, Рик звонил ей перед отъездом? Об этом она бы сказала Мне кажется, она скрывает другое Ей известно, чем он занимается Ты заметила, как она занервничала, когда я спросил о его работе? Не обратила внимания Не обратила, а я как раз обратил Вот почему я детектив, а ты только репортер Ты зазнайка А, кстати, когда у тебя интервью? Миссис Рейдинг должна была прийти сюда 10 минут назад Возможно, ее шофер запачкал белые перчатки И задержался в магазине, покупая новые Да, возможно И не смейся над ней Она много жертвует на благотворительность И поддерживает борцов за экологию Если я получу от нее информацию, мой репортаж будет полный Да, конечно, не обижайся Надеюсь, она поможет тебе Я совсем не хотел тебя подколоть Да, ну, подколол Позвони мне из участка, если будешь не очень занят Беседой с Джеком Селлерсом Хорошо Хотя пришло время как следует надавить на мистера Селлерса Возьми это, Делвин Проследи за тем, чтобы Селлерса выпустили под залог И он покинул страну И скажи ему Чтобы он никогда не возвращался сюда Кто дал возможность этому мерзавцу Селлерсу выйти на свободу? Вы можете мне это сказать? Я выясняю Просто не верится Казалось бы, надо уже ко всему привыкнуть Но у меня в голове не укладывается, что он на свободе Где запрос, что я послал? На Селлерс? Да Он чист? Меня интересует его прошлое, частная жизнь Я еще вчера запрашивал сведения Кто его друзья? Кто внес залог, чтобы он вышел из тюрьмы? Вы можете это выяснить, Стэнтон? Да И попутно Узнайте у Боссуэлла Почему простые сведения Нужно ждать целую вечность Да, сэр Спасибо Алло, Pacific Grove Мне нужен телефон гостерицы Василамария Спасибо Господи, если ты есть, помоги мне его найти Да Рико Кастильо, пожалуйста Да, должен быть там Он участвует в экологической конференции Да Думаю, он приехал в пятницу со всеми остальными Да, Кастильо Кастильо Рик Он есть в списке? Зарегистрирован в отеле? Как это нет? Денит, я понимаю, что вы ни при чем Просто меня это удивило Извините Да, большое спасибо Так, Рикки Что же все-таки происходит? Почему ты не в гостинице? Как поживаешь? Хорошо, но твоих высот не достичь Поздравляю с приближающимся открытием Ты уверена, что не хочешь вернуться в отельный бизнес? У нас будет чем заняться Это даже не курорт, а маленький город Мы могли бы выбрать тебя мэром Если экологи не помешают его построить Только не говори, что они тебя ко мне подослали Нет Это хорошо, потому что я объявил мораторий Поскольку больше не в силах слушать проповеди, где встречаются слова экосистемы и среда обитания Буду иметь в виду Я заранее тебе благодарен Ну и хватит об этом Вообще-то мне следует поздравить тебя с тем, что вы с отцом ладите И ни один из вас еще не попал в больницу Иногда мы напоминаем вулканы, но до извержения пока не дошло Возможно, он стал мягче А может, ты его не провоцируешь? Да, хотя я не понимаю, почему меня все считали инициатором ссор Ты тоже не отличалась смирением, но от тебя он все принимал И считал, что это смело и оригинально Потому что ты дочь Мэйсон! Это правда Когда ты с ним спорила, он тебя оправдывал Меня всегда осуждал Ну, времена изменились Это же очевидно Ведь ты убедил его войти в проект Оазис Да, теперь бы убедить птицелюбов Не подумай, что я против них что-то имею Я знаю Просто они чересчур подозрительны Дэш Николс и его группа свято верят, что их интересы и наши не могут пересекаться Ты когда-нибудь с ним беседовала? Неоднократно Я готовлю репортаж о синем небе Что ты говоришь? Да Я не знал Странно, учитывая твой неподдельный интерес к моей блестящей карьере Если хочешь уколоть меня тем, что я слишком поглощен своими делами То ты опоздала, Джулия, как всегда, была первой Она поддерживает экологов, да? И она, и все остальные жители Санта-Барбары Да Да, я видел его Он точно был в поезде Он ехал с вами в одном вагоне? Нет, нет Мы сели в первый Но я прошел по остальным вагонам Поприветствовал всех И поблагодарил за участие Значит, вы видели его Он сидел один или с кем-нибудь? Я запомнил его лицо А вот с кем он сидел, я точно не скажу А вы не скажете, места были расписаны заранее Или все садились произвольно? В билете был указан только вагон, а места нет Я могу представить вам список тех, кто находился вместе с ним Может, они вам чем-то помогут? Это было бы здорово Сейчас Спасибо, это нам поможет Вот Отлично А когда точно закончилась конференция? Я вернулся вчера, потому что завершил выступление А остальные делегаты прибыли сегодня утром Все участники из Санта-Барбары должны уже вернуться Да, мой брат тоже должен был вернуться сегодня Но сойдя с поезда, он куда-то исчез Хоть бы кто-нибудь мне сказал, что с ним Мистер Николс, у нас в городе надежная почта Это проверено годами Советую вам пользоваться иногда ее услугами Да, я в курсе Но я хотел убедиться, что вы не обвините нас в нападении, мистер Кэппл Мы честно всех предупреждаем Не могли бы вы в том же порыве честности внимательно прочитать, что мы предлагаем? Я прочитал Сомневаюсь, иначе бы вы знали о наших твердых намерениях в отношении охраны окружающей среды Вы были адвокатом, да? Да Моя лицензия как бы заморожена в настоящий момент Но я адвокат с опытом Да Только опытный адвокат может составить столь двусмысленный документ Старые уловки, мистер Кэппл Уверяю вас, я хорошо знаю, в какие лазейки вы намерены проскочить, когда на площадке появится бульдогер Тогда ваши предложения станут дешевле бумаги, на которой они напечатаны Вы не можете нас остановить, мистер Николс У нас есть все необходимые разрешения и контракты уже оформлены Посмотрим Помните этого человека? Да Мне хотелось его убить Я вас не понял Не прошло и десяти минут, как мы сели в поезд, а он уже убивался возле самой красивой женщины Они встретились как бывшие любовники И он с ней заговорил? Разговором это можно назвать с трудом Вам показалось, что они давно знакомы? Никаких сомнений, поверьте Я видел Я видел, как они друг на друга смотрели Я за ними не подсматривал, я просто сидел напротив Этого было нельзя не заметить А как только поезд остановился, они исчезли Так он вышел, не доехав до Силамара Да Они сошли вместе, рука об руку На какой станции? Дайте подумать Нет, не помню Поезд часто останавливался Извините Ничего Думаю, идея Создания новых технологий по переработке промышленных отходов Отступила перед земными радостями в каком-нибудь мотеле Полагаю, мы с вами можем вполне понять этого парня Нет, я не могу Теперь я понимаю, еще меньше, чем прежде Папа, ты занят? Можно с тобой поговорить? Для тебя я всегда свободен, ты же знаешь Посиди со мной Хочешь чего-нибудь выпить? Нет, спасибо Что ж О чем ты хотела поговорить? Я хочу знать, работа, которую ты предложил Рику Как-то связана с бригадой Синее небо? Нет, малыш К работе Рика не имеет никакого отношения К безумным защитникам природы А в чем тогда состоит его работа? Обычная рутина Тебе будет неинтересно Почему ты об этом спрашиваешь? Что-нибудь случилось? А ты не знаешь, где он? Сейчас? Понятия не имею Ты его куда-то послал? Нет Папа, я беспокоюсь за него Ты? Тебе этот парень не безразличен? Я люблю его папа Итак, в гостинице мне сказали, что для Рика был оставлен номер Но он не появился Но на поезд он сел, Кассандра видела его А что она там делала? Кассандра вела стенограмму для Джулии И я спросила ее про Рика А она случайно не упомянула о женщине? Да Она сказала, что Рик разговаривал с какой-то женщиной Человек, с которым беседовал я, утверждал, что это был не просто разговор То есть? Судя по его словам, они были знакомы еще до встречи в поезде Он думает, они отправились в ближайший отель А с кем ты говорил? С одним из пассажиров Он сидел как раз напротив Но Кассандра об этом не говорила Если бы такое случилось, она заметила бы Все это странно Чем глубже я копаю, тем больше запутываюсь Что же могло произойти с Риком?